7 мая в город над Богом прибыли участники традиционного автопробега «Дорогами Победы» – студенты, преподаватели и магистранты Московского государственного строительного университета. Всего порядка 60 человек, которые совершают марш памяти по местам сражений Великой Отечественной войны ежегодно. В этом году москвичи уже посетили Оршу, прибыли в Брест. Наш пограничный город участники автоколонны выбрали не случайно. Мы приехали сюда, так как в этом году, в июне месяце будет 70-летие, как освободили вот этот плацдарм, Брестскую крепость от завоевателей гитлеровских войск. Мы ведем большую воспитательную патриотическую работу. И вот я лично уже 14-й раз езжу со студентами в такие автопробеги. На счету участников марша памяти огромное количество городов-героев и мест боевой славы – Волгоград и Донецк, Харьков и Николаев, Курск и многие другие. В каждом из них москвичи отдают дань памяти героизму нашего народа, проводят патриотические мероприятия, включающие выступления студенческой самодеятельности и стечи ветеранов с молодежью. В этом году участники автоколонны приехали в Брест – место, где началась Великая Отечественная война. Перед этим мы посмотрели кино на всякий случай, узнали азы хотя бы, что здесь было. Но это такой подвиг людей, которые надо помнить, потому что они остались в тылу и защищали до конца. Это надо помнить, рассказывать своим детям, чтобы мы были так же, я думаю, что каждый был россиянин, и не только россиянин, советский тогда человек, поступил бы точно так же. Традиционно в канун 9 мая в Брестскую крепость Герой приезжает огромное количество туристов. За последние три дня место боевой славы посетило порядка 200 туристических групп. Вчера в Брест прибыл поезд памяти, состоящий из пассажиров разных поколений. Это и ветераны войны, и жители блокадного Ленинграда, а также школьники. Людей, желающих отдать дань памяти и поклониться великому подвигу защитников Отечества, с каждым годом становится все больше. Важнее всего, наверное, то, чтобы мы все помнили, что война – это страшно. Войну нельзя допустить, никоим случаем. И поэтому сюда люди приезжают и отдать дань уважения, и еще, наверное, вместе сплотиться, быть сильнее духом, чтобы мы только видели светлое небо, голубое небо, солнечное небо. И пусть люди в нашей стране во всем мире живут в мире.